Сегодня рассмотрим синхронизацию аудиофайла по темпу в Cubase Pro. Импортируем аудиофайл нужный. Вот у нас здесь селектируем F3 пульт, делаем тише для того, чтобы слышать метроном. Метроном у нас установлен на выходе, а вот не контроллером должен быть, а на выходе, чтобы услышать метроном. Проверяем. Естественно, не совпадение. Селектирую файл. Захожу в Project. Есть такая функция Tempo Detection. У меня на немецком. Tempo Erkenung. Нажимаю. Выскакивает такая табличка. Analyze. Анализируем. Проверяю. Но у нас получается не четверти, а восьмые. Для этого нам нужно нажать на функцию переполовинить. На немецком будет Halper. Ну, в принципе, вы видите, это вторая функция. Нажимаю. Ну, сейчас пошли четверти. Проверяем до конца. Нет ли у нас сдвигов по темпу. Ну, ровненько. Все нормально. Закрываю это окно. Теперь нам нужно определить первую долю. На четвертом такте. Да? Я беру карандашик и на четвертом такте отмечаю автоматом четыре четверти. И у нас получается. Ну, приблизительный темп здесь получается 103. Для того, чтобы его прикрутить, этот аудиофайл к проекту, обязательно селектируем файл, заходим в аудио. На немецком будет R-White Art. Значит, ну, давайте считать, чтобы было на английском, потому что у меня немецкая версия Cubase. Это будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцатое. Четырнадцатое. Четырнадцатое действие. И Definition. Темпо трек. Нажимаем сюда. И прикручиваем его к проекту. Definition не только к проекту, а прикручиваем к самому аудиофайлу. То есть, меняя темп в проекте, аудиофайл, естественно, будет звучать в том темпе, в котором мы устанавливаем. Который я устанавливаю. Окей? И здесь в конце файла появляется такая, вот такой вот значок. Нотка и волна. Прикрутили к темпу. Так, для того, чтобы уже его полностью, нужно нам выйти стереть все вот эти вот, вот эту дорожку. Темпо, да? Нам нужно вот эти определители заселектировать. Сейчас. Селектируем. Убираем. Устанавливаем 103. Все работает. В конце. Так, хорошо. Естественно, если мы здесь выставим 4 четверти, можно убрать. Растер поставим на... Не на так-то, на половину так-то, для того, чтобы пододвинуть его. Все. Первая доля пошла. Это делается для того, чтобы, если мы хотим его передвигать дальше, скажем, для ремикса или для чего-нибудь, чтобы он четко звучал по... по первой доле. Дорожку темпа можно убрать и такт. Дорожку такта тоже убираем. Теперь мы селектируем вот так вот локаторами первый такт. делаем... Делаем доппель-клик. Клею. Склеили. Так. Вот у нас первая такта начинается по... По первой доле. Это обязательно нужно... Если мы хотим передвигать эту... Теперь я могу спокойно ее двигать и она будет звучать... Повторяю. Так. Это мы сделали, поставили на место. Теперь надо... Есть такая функция. Заходим в аудио. И... Тоже на немецком это будет выбрать как файл. Да. Это будет снизу раз. Снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцатая. Четырнадцатая функция. Вот оно и чешет. Так. То есть перезаписать. Перезаписать. Да. Все. У нас готовый файл. То есть в поле если мы СТРГ нажимаем ИП Аудио у нас получается уже два файла. Синхронизированный под вот этот файл мы выбираем старый. Сюда мы ставим крестик и ставим 103. Он уже в принципе 102.91 синхронизировался. Снова прикручен к темпу. Увеличиваю темп скажем 115. Звучат быстрее. Можем менять там это первый вариант 103. Второй вариант определения темпа убираем дорожку. Есть такая программка называется Mix Master PPM Analyzer. Я часто и пользуюсь и часто помогает. В чем ее функция? если допустим в файле есть adlibitum замедленные части или наоборот вступление медленно он помогает более четко на конечно не на точно но приблизительном уровне определять темп данного аудио файла открываем программу не выходя из Cubase мне нужно определить вот он папочка папочки Type 5 вот он заселектирован нажимаем ОК определяем вот он определил 103 BPM Temp 103 закрываем импортируем файл по новой здесь немножко у нас другая система отключаю Rasta вот здесь и ставлю я должен поставить вот у меня Temp стоит 103 уже обязательно надо установить Temp тот который определил определила эта программка BPM Master так тише чтобы был слышен метроном вот не слышно не совпадение STRG на компьютерной клавиатуре открываем PULL и P значит вариация STRG STRG и P PULL открывается вот у меня этот новый файл я нажимаю крестик селектирую в нем синхронизм и ставлю так как мне определила программа Mix Master на 103 103 так теперь мне нужно обязательно подтянуть ровненько вот этот волну этого аудио чтобы она совпадала с тактом растр отключен не совпадает так так сейчас посмотрим вот совпадало важно определить первую долю неважно откуда значит здесь у нас в проекте 103 и в пуле 103 все все совпало проверяем до конца все работает все до конца ставим растр на место работает опять же селектируем локаторами выделяем один такт двойным кликом заклеиваем чтобы он мог и обновляем его как новый файл аудио выбрать вот эта функция как файл сейчас прочешет все 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 открываем пол ст и его определил как 102 95 прикручиваем к темпу старый файл убираем Теперь я могу его по такту перемещать и он будет синхронизирован. Это второй вариант. Вот так мы определяем и синхронизируем темп двумя вариантами первые работа в кубейсе именно функциями кубейса либо при помощи вот такой вот программки как микс мастер bpm. Подписывайтесь на канал всего доброго.